Сегодня будем готовить сметанник в этой зеленой таре, плюс еще сидя, потому что если стоя, в кадры не влезаю. Растопил 100 грамм сливочного масла, также подходит маргарин, одно яйцо первой категории, 50 грамм любого кефира. Кефир можно заменить также сметаной, только ее понадобится чуть больше. 50 грамм сахара, упаковку ванилина, примерно 1,3 чайной ложки соли, добавляем муку, потом скажу сколько понадобилось. Добавил 250 грамм муки и 2,3 чайной ложки соды сейчас добавляю. Вот тесто я замесил, такое мягкое тесто получается и к рукам не липнет. Итого 270 грамм муки ушло. Убираем в пакет и откладываем. В этой же таре будем делать начинку. Для начинки берем сметану, у меня 15% жирность. Сметану нужно 650 грамм, но так как у меня осталась начинка из сочников, рецепт сочников есть в профиле, можете посмотреть. Это творожная начинка. Я добавил сметаны 600 грамм и добавляю эту начинку. Вот, начинку остатки я смешал со сметаной. Вы возьмите 650 грамм сметаны, этого будет достаточно. Необходимо теперь 4 куриных яйца, размер без разницы какой. Сюда тоже добавляем ванилина. Щепоточку соли, 150 грамм сахара. Получается слегка сладкая начинка. Если вы хотите сладкую прям начинку, то добавляйте 170-180 грамм. Добавим 40 грамм кукурузного крахмала. Картофель не подойдет, нужен кукурузный. Все замешаем венчиком. Вот, начинку замешали. Когда начинаете начинку делать, зажигайте духовку на 180 градусов примерно. Форма для выпечки у меня 30 сантиметров, высота 5 сантиметров. Берем кусочек масла, размазываем. Вот, тесто. Все, кайфануло, оно отдохнуло уже, пока делали начинку. Теперь его туда и выравниваем. Тесто спокойно руками распластывается. Вот такую штуку получаем вниз на борта, примерно слой сантиметр теста. Слишком тоненько не делайте, а то будет много начинки, мало теста. А надо, чтобы равномерно было. Начинку будем вливать сюда только тогда, когда духовка уже разогрелась. И чтобы сразу запихать туда. Духовка разогрелась, заливаем начинку. Вот, теперь его отправляем в духовку. Тут у меня на 200 грамм больше начинки получилось, за счет того, что старую добавил. Вот сметанник я вытащил из духовки. Он готов полностью. Выпекался он у меня примерно на 170-180 градусов. Где-то 45 минут. Печется всегда по-разному, бывает и за 35-40 минут готов, а бывает и до 50 доходит. Все от температуры зависит. У меня газовая духовка, нагрев только низ. Если будет нагрев вверх-низ, в электрической у вас, то будет минут 30 даже готово. Сейчас он осядет немного и через полтора-два часа можно кушать. Вот такой сметанник получился. Утром разрезал. Продолжение следует...